Организация моего процесса вышивки СТ. Начнем с того, что я вышиваю на самодельном станке и самодельной раме. Рама мне нравится тем, что она позволяет перекручивать, не снимая. В моем конкретном случае у меня заменить раму не очень легко, поэтому я просто перетягиваю новую работу на велкро, на эту же самую раму. У меня есть и вертикальная натяжка, и горизонтальная натяжка. Она в данном случае достаточно крепкая, наверное, отличается от покупных, но в принципе меня устраивает. У меня есть органайзеры для ниток. Они висят на полочке и плетены в косички нитки. Я пробовала сделать свои собственные, с дырочками, проколотыми дыроколом и нитками продетыми. Эти дырочки только с одного отделения от СТ. Но потом я поняла, что вот такой вариант, в принципе, намного удобнее. И не успела навесить только один лист ниток, я его оставила родной. В следующий раз, если я буду вышивать СТ, я оставлю их как есть и их просто заплету в косички. У меня здесь две резиночки, которые держат сверху и снизу, поэтому у меня не падают нитки, когда я достаю новую. В принципе, очень удобно доставать. Они на уровне вытянутой руки. И что мне я делаю еще обычно? Я оставляю две ниточки. Когда у меня из шести ниточек остается две, я их оставляю для соли цветов. И бленды стараюсь собирать из новеньких. Также я подумываю поставить точечки на тех нитках, которые только бленды, чтобы для них не оставлять двойные ниточки. Это, в принципе, немножечко ускоряет процесс, что последние две остаются. Я их на соли вытягиваю не по одной, а сразу две штучки. У меня есть два органайзера для ниток, тоже самодельные. На них есть номера цветов и значки. И на каждой обязательно есть иголочка. Иголочки у меня есть в каждой дырочке. Те цвета, которые не начаты, я их втягиваю иголочкой без ниточки. Те, которые уже начаты, они с ниточкой. Соответственно, когда я начинаю новый цвет, я обязательно проверяю, что когда я перенабирала сагу, добавляла номера цветов, я нигде не ошиблась. И у меня все значки соответствуют органайзеру ОСТ, соответствуют вот этому знаку и соответствуют саге. Так, я дополнительно проверяю, что я нигде не ошиблась. И номера у меня все правильные саги. У меня обязательно два органайзера. Я использую на левую и правую сторону. И стараюсь по возможности их разделять логически. То есть у меня здесь до 120-го, не включительно, номера. И на правой стороне у меня бленды и свыше 120-го номера. В следующий раз, когда я буду это делать, я, скорее всего, постараюсь распределить так, чтобы бленды были на одной стороне и солиды на другой. Тогда будет просто логически быстрее найти цвет. И, соответственно, я распределяла по номерам ниток. И всегда легче найти 62-80, чем колонну. Поэтому я стараюсь всегда переделывать свои работы на номера. Это значительно проще, чем по симпулам. Что у меня висит на магнитиках? Всегда у меня по левую сторону от текущего окошка иголка вытягивания хвостиков. И по правую сторону запасные иголочки и ножницы. Ножнички я использую закругленным носиком, чтобы не обрезать случайно канву. Также у меня есть на самой раме дополнительный магнитик для ножниц. Когда я дохожу до самого правого угла, мне удобнее ножницы держать справа. Поэтому, когда я с самого краешка нахожусь, я убираю на столик справа правый органайзер. И вешаю ножницы на магнитик уже в самом краю. Единственное, этот магнитик у меня не очень надежный. Поэтому ножнички я сюда вешаю только исключительно, когда вышиваю последние два окошка. По правой руке у меня лупа. На мелкой канве я вышиваю с лупой. И мне кажется, это ускоряет процесс в моем случае. Лупа у меня уже несколько лет такого формата. Она профессиональная, поэтому глаза от нее не устают. Я за много лет уже перепробовала разные варианты луп. Она сделана из качественного стекла. И от нее глаза не устают. Что мне нравится, у нее большое окошко. И у меня помещается как раз моя зона вышивки, в пределах которой я вышиваю. И за счет этого мне не надо передвигать. Меньше лупы не так удобны. И что еще очень удобно, она с подсветкой. Когда я вышиваю, она дополнительно подсвечивает ламбу. И поэтому виднее, чем без дополнительного цвета. Я всегда вышиваю с дополнительной лампой, которая дает дополнительный свет на работу. У меня нету света на потолке, поэтому эта лампа мне вместе с лупой очень хорошо освещает. На самой лампе у меня стаканчик для остатков ниток. По левую руку у меня папка с запасами ниток и ключ, в котором я сверяю, когда начинаю новую ниточку, что я не перепутала перенабор. По правой руке у меня корзинка с материалами, которые используются редко. Ключ для моей самодельной рамы. На лупе у меня висит зарядка для телефона, стаканчик для сломанных иголок, стаканчик для ручек, которыми я размечаю канву, и дополнительные ручки и фломастеры, если мне надо их использовать. Клей для краев канвы. Иногда я им один раз попользовалась, но у него очень сильный запах. Дополнительные ножницы, если надо что-то отрезать, кроме ниток. Вода. Дополнительные иголки. Щипчики, если нужно подхватить какой-то узелок или ниточку. Несколько нитковдевателей. Дополнительные магнитики. Распарыватель. Эта иголочка я иногда пользуюсь, чтобы тоже протянуть. Хвостики ниток, которые торчат. Дополнительные ножнички и воск для нитей. Я вышиваю по электронной схеме, которая немножко доработала. Я добавила свои цвета. Они даже не слегка приближены к оригинальным. Просто чтобы видеть переходы. В то же время я светлые цвета осознанно заменила на потемнее, чтобы они легче в саге читались и выделялись. Также я заменила 200 номер на нитки в органайзере. Все это я сделала в паттернмейкере. И теперь у меня я исключительно ориентируюсь по номерам ниток, чтобы найти ниточку на игольном органайзере или добавить нитки с ниточного органайзера. В общем-то с организацией работы СТ это все. Сейчас я расскажу про другие свои работы. Они немножко отличаются в организации. Для работ, в которой нитки покупались отдельно и нету папочки, я их храню в пластиковой коробке. Каждый цвет в своем пакетике. Все пакетики распределены по номерам. На органайзер я вешаю максимум в одному мотку за один раз. В момент, когда я вышиваю по конве с нанесенным рисунком, я заметила, что мне удобнее держать нитки на бобинках. Если в наборе еще были нитки в мотках, я их оставляю на мотках. Я стараюсь вышивать сразу двухметровыми нитками, продевая нитку в четыре сложения. Для этого я беру ниточку, оставляю где-то примерно треть, остальное напополам. Беру хвостик, продеваю в иголку. Хвостиком вперед. И протягиваю. У меня получается, это сокращает ниточку где-то примерно в три раза. И этот хвостик я подтягиваю. Когда он уже становится совсем коротким, второй хвостик я просто перетягиваю через ушко. И получается, ниточка опять удлиняется. Для того, чтобы шелковая нитка не махрилась, я или поджигаю кончики зажигалкой, или завязываю маленький узелочек на конце каждой ниточки. С другой стороны, чтобы закрепить ниточку, я делаю узелок. Для шелковой нитки в таком случае не выскальзывает. Иначе приходится закреплять несколько раз. Она очень скользкая. Когда заканчиваю работу, я всегда оставляю иголочку с ниткой на конве, воткнутую, чтобы потом не забыть, на какой символ я вышивала. Одна иголочка у меня висит на парковушке. И как только я начинаю нитку, я сразу вдеваю все ниточки из пасмы. И те, которые я сейчас не использую, висят сверху на парковушке. Внизу я держу бобинку, на которой с остатками ниток. И когда я возвращаюсь к этой работе, я всегда помню, какая это нитка была. Я просто втыкаю иголку в нитки и убираю на место. И все незаконченные ниточки я храню в иголочках на бобинках. При таком хранении они не теряются. И все остатки ниточек я использую. На средних наборах, которые я вышиваю несколькими иглами, запасные иглы я храню прямо на конве. В данном конкретном случае, потому что эту работу я переношу с места на место. И мне нужна мобильность. И храню нитки на или на самонадельном ниточном органайзере, или на родном, как в данном конкретном случае. Я заплетаю одну косичку. Опять же, прихватываю резиночкой сверху и снизу. В данном конкретном случае я прикрепила зажимами генопласт, который долго держится, и к нему прикрепляю иголочки. Иголочку я обязательно продеваю через дырочку, чтобы четко знать, к какому цвету эта иголочка относится. С данной организацией я не путаю иголки. И в то же время могу закреплять неиспользованные ниточки на органайзер в том же месте. И очень легко переносить. Соединяются, и они торчат вверх, а не вбок, что тоже очень удобно брать. Маленький набор я храню в коробке, где лежат еще дополнительно иголочки, ножнички, органайзер для ниток, которые также используются как органайзер для иголок. В нитке я вешаю всю пасму, которая у меня есть, чтобы не бегать каждый раз, не заменять, на булавки, где есть номер сверху и снизу на самой нитке. И сверху я подписываю, если вдруг я вытащила их в другой набор временно, чтобы проще было найти. И иголочка с ниточкой, если она закончилась, я ее вешаю в дырочку, просто завязываю на узелок. Она здесь же висит в этой дырочке. Опять же напомню, маленькие наборы, если я вышиваю их по бумаге, я предпочитаю вышивать парковкой, потому что я сразу вижу прогресс, и меня это мотивирует на дальнейшую работу. Для дорожного процесса у меня есть специальная сумочка, которую схватил и побежал. В нем у меня лежат нитки обязательно в пакетике. Сама работа только с бумагой, потому что включать и выключать телефон не всегда удобно. Бумажную схему я прикрепляю к пяльцам, так удобнее убрать сразу все в сумочку. Обязательно запасные иголочки у меня прикреплены на конве, также иголками прикреплена конва, чтобы не болталась. Обязательно защита из пленки, чтобы не испачкать в дороге. Я использую маленький пакетик как мусорничку, и очень мне нравятся ножнички. Они позиционировались как маникюрные, чем они мне очень нравятся, а не пластиковые. У них только металлические кончики, и даже в самолете с ними пускают. Такая организация процесса у меня и для самолета, и для отеля, и для ожидания в очереди, когда надо посидеть, подождать врача. В общем-то это и все о моей организации разных процессов. Приглашаю вас подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео, которое будет о скорости вышивки.